Привет друзья! Предлагаю вашему вниманию обзор на украинский сериал, под названием «Слабое звено». Но прежде чем мы продолжим, поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, будет много интересного. Итак, Людмила и Виктор Куприяновы были образцово-показательной семьей. Но однажды утром Людмила, целует мужа и уходит на работу. А днем ей сообщают, что Виктор покончил с собой. В предсмертной записке он называет ее странным именем Горуда и обвиняет в своей смерти. Людмила в ужасе, этого просто не может быть. Но теперь это ее действительность. Друзья, которые окружают Людмилу, стараются ее утешить, успокоить, поддержать. Однако постепенно Людмила понимает, что среди друзей кто-то является врагом. Кто-то близкий, угрожал Виктору, заставил его прыгнуть с моста в бурную реку. Зная, что Виктор не умеет плавать. Кто-то очень близкий теперь стремится уничтожить и саму Людмилу, и их дочь. Ей нужно срочно во всем разобраться, вычислить, кто в ее окружении является слабым звеном, на которое намекал Виктор, выяснить, почему Виктор назвал ее именем индийского бога Горуда и точно определить, кто ее смертельный враг, иначе ей не выжить. Доверять она не может никому, ни подругам, ни друзьям семьи, ни коллегам. Биография актеров Юлия Кокрязкая. Родители играют в жизни ребенка главнейшую роль. И не только потому, что подарили жизнь и воспитали, но и из-за того, что направили на истинный путь, оказав помощь в определении будущей профессии. В российском кинематографическом и театральном мире немало примеров, когда дети следуют по стопам взрослых и, на радость зрителям, выбирают актерство. Список семейных династий, помимо Михалковых, Кончаловских, Бероевых, уверенно продолжают Кокрязкие, где сценической деятельности оказались преданы отец, мать и дочь Юлия. Детство и юность. На исходе июля 1988-26 числа в московской семье Кокрязких случилось пополнение, родилась единственная дочь. Роли ее матери Ирены знакомы еще советским поклонникам, а сейчас – любителям отечественных сериалов. Отец Игорь трудился исключительно на театральной сцене. Поэтому, имея перед глазами достойный пример старших, Юлия с юности грезила о мире искусства. Когда девочке исполнилось 8 лет, ее родители решили развестись. А вскоре после развода отца не стало. Детство ее, начиная с 9-месячного возраста, прошло в Ашхабаде, у бабушки и дедушки. В Россию она вернулась перед поступлением в первый класс. Воспоминания о беззаботном времени. Самое теплое, здесь для нее был выстроен собственный дворик, обнесенный зеленым забором и засаженный клумбами с цветами. А на обед неизменно подавались любимые лакомства – пироги, коржики и самолепные пельмени в перемешку с арбузами и дынями. Грызь гранит науки Юлия отправилась не в обычную среднеобразовательную школу, а в специализированную, уже на третьем году обучение одним из преподаваемых предметов числился театр. Полученных знаний впоследствии хватило, чтобы уже в 15 лет попасть в желаемый ГИТИС. В качестве дипломного проекта в ВУЗе был спектакль по Островскому, где талантливая выпускница блистала в главной роли Александра Негиной. С третьего класса в моей школе был такой предмет как театр. Когда учительница была очень довольна чьим-либо этюдом, ставила ему в журнал шестерку. Я очень гордилась тем, что однажды эта шестерка выходила у меня четвертной оценкой. Школу я окончила с медалью, институт, с красным дипломом, поделилась молодая женщина однажды в интервью. Впрочем, театральной актрисой Юлия Кокрятская не стала, а пошла по стопам матери, сосредоточившись на съемках в кино, куда ее начали активно приглашать сразу после получения образования. В социальных сетях артистка периодически делится со своими подписчиками ностальгическими ретроснимками. Например, в Фейсбуке одна из первых публикаций – черно-белая фотография с мамой, одетой по последней моде тех лет, сделанная в фотоателье на проспекте Ленина, 37 в Туркменистане. Фильмы. Дебютная работа в кино – лента Валерия Тодоровского «Стиляги», где юная красавица предстала в образе комсомолки, затем изображала официантку-тезку в старом универе, созданном по образу и подобию культовых американских друзей, где главными персонажами еще были Кузя, Аллочка, Гоша, Саша и Таня. До 2015-го в фильмографии Юлии – сплошь многосерийные фильмы. Наблюдательный зритель мог заметить ее в «Братьях-детективах», «Жестоком бизнесе», «Грязной работе», «Отблесках» и прочих. В этот период артистка снялась и в Институте благородных девиц, основанном на реальных автобиографиях выпускниц. Надя Муравьева принесла своей исполнительнице первую популярность. Актриса участвовала и в продолжении «Тайнах Института благородных девиц». Перед обаянием и талантом исполнительницы не устояли и режиссеры обеих частей как выйти замуж за миллионера. Полнометражная картина «Чужие дети» вышла на экраны в 2015-м, а затем как Рязкая снова окунулась в сериалы, в числе которых «Судьба на прокат», «Ветер перемен», «Похищение Евы», «Я все преодолею» и так далее. Что касается отношения девушки к своим героиням, то она признавалась, что старается не принимать предложения по перевоплощению в недалеких женщин. Роль, которую ни за что не согласилась бы играть, предлагают очень часто. Этакую барышню, помешанную на модных журналах, шоппинге и мужчинах. «Не люблю и не умею играть глупых людей, не наивных, а именно ограниченных в своем развитии», — пояснила она. Личная жизнь. С личной жизнью у обладательницы почетного звания одна из самых красивых актрис российского кино. Понятное дело, все в порядке. В октябре 2014-го на личной странице в Фейсбуке Юля опубликовала фотографию с собственной свадебной церемонии. Ее избранником стал Евгений Харламов, подробная биография и информация о личности мужчины неизвестна. В 2016-м Юлия родила первенца, дочь Арину, которую предпочитает трогательно называть ежонком. Девушка обожает делиться снимками с родными, путешествиями, прогулками в зоопарке, Петергофе, Гольковском парке, встречами с друзьями, ночными катаниями на роликах. Когда у актрисы выдается свободная минута, то, помимо воспитания единственного ребенка. Она посвящает ее чтению классических авторов Федора Достоевского, Алексея Иванова, Эрнеста Хемингуэя. Также выделяется время для просмотра любимых фильмов «Социальная сеть «Сумерки»» и киноработ с Алисой Фрейндлих и Леонардо Ди Каприо. Особой любовью и уважением пользуются советские ленты. Кстати, в планах на будущее – освоить писательское дело и порадовать фанатов печатными произведениями собственного сочинения. Юлия Кокряская сейчас. Юлия Игоревна много снимается в сериалах. В 2018-м на суд зрителей представлены этим пыльным летом, вместе с Верой и Команда Б. В 2019-м преданные почитатели с нетерпением ждали выхода фэнтезийного беловодья. Тайна затерянной страны, их можно понять, премьера переносится вот уже четвертый год. Исполнителями камео здесь значатся и Светлана Светличная, и диктор Анна Шатилова, и бывший КВНщик Павел Кабанов, и трое из музыкального коллектива «Город 312». У Юлии имеется также аккаунт в Инстаграме, но он скрыт для посторонних и доступен только подписавшимся. В сети без труда можно отыскать снимки девушки в купальнике, демонстрирующем стройную фигуру, рост 174 см, вес 57 кг, а также публикации без макияжа. Евгения Осипова биография. Евгения Осипова мечтала стать моделью и уже сделала первые шаги в карьере. Но случайная встреча с Сергеем Безруковым изменила жизнь девушки. Женя не испытывала комплексов по поводу того, что она – девушка из клубинки. Родилась Евгения в Туле в обычной семье 24 мая 1986 года. Девочке было 9 лет, когда не стало отца. Оторвавшийся тромб не оставил молодому 30-летнему мужчине шанса на выживание. Дочь поднимала мама, женщина зарабатывала деньги тяжелым трудом, чтобы Евгения ни в чем не нуждалась. Женя это видела и стремилась помочь. В 14 лет Осипова решила пойти в модельную школу и ради мечты отказалась от новой пары брюк. В школе оценили симпатичную фотогеничную девушку. Фото которой увидели в одном из модельных агентств Москвы, пригласили сотрудничать. В столицу девушка переехала, будучи ученицей старших классов. Женя самостоятельно перевелась в московскую школу, устроилась в Макдоналд-эс на подработку и сняла жилье. После Москвы Евгения предложила контракт модельное агентство из Франции. Карьера Осиповой складывалась успешно, но голову Осиповой не вскружила. Будучи 17-летней, Женя однажды ловила попутку на дороге. Каково же было удивление девушке, когда в салоне притормозившего БМВ она увидела Ирину и Сергея Безруковых. Артисты не только подвезли Женю, но и разговорились в дороге по душам. Тогда Безруков и посоветовал девушке поступать в рати, в прошлом, ГИТИС. Так случайная встреча предопределила творческую биографию Евгении. Евгения Осипова прислушалась к совету мастера, хотя собиралась подавать документы на экономический. На вступительных экзаменах не обошлось без курьеза. Один из членов жюри попросил назвать девушку трех сестер Антона Чехова. Евгения с вызовом ответила, что не обязана знать их по именам. Потом уже Женя поняла, что речь шла о героиних пьесы Чехова. Удивительно, но девушка поступила в вуз с первой попытки, а в 2007 году окончила рати, фильмы. Не всем актрисам так везет, как Осиповой. Сразу после окончания рати артистку пригласили на главную роль в комедийном фильме «Доярка из Хацапетовки». Образ провинциалки Кати Матвеевой, приезжающей поступать в кулинарный институт в Москву, в исполнении Жени получился таким трогательным, что зрители полюбили актрису. После премьеры истории о современной «Золушке» Евгения Осипова проснулась знаменитой. Знакомство с кино состоялось еще в студенческие годы. Стартом актерской карьеры стали эпизодические роли в сериалах «Холостяки» и «Дорогая Маша Березина». В 2005 году Евгения появилась в роли служанки Уваровых в мелодраматическом сериале «Талисман любви». На одной сценической площадке девушке посчастливилось поработать вместе с Марией Порошиной, Галиной Польских, Евгением Симоновой, Валерием Золотухиным. Вскоре актриса сыграла горничную в проекте «Я сыщик». В комедии «Реальный папа», где главную роль исполнил Михаил Пореченков, Женя появилась в эпизодической роли фармацевта. В «Детективе формула стихии» о бывшем советском шпионе Ковалеве Андрей Соколов, Евгения Осипова перевоплотилась во внучку академика Силина Юозас Будрайтис. В 2010 году российские зрители увидели сериал «Башня», в котором актриса сыграла главную роль Юлии, возлюбленную немолодого профессора Бергера Игорь Костолевский. Главные герои фильма неожиданно оказываются в заточении в самом высоком здании города. В борьбе за выживание невольные пленники понимают, что необходимо прежде всего изменить себя. Через год Осиповой предложили сыграть главную героиню в сериале «Большие надежды». Популярность актрисы возросла после съемок в рейтинговом молодежном сериале «Закрытая школа». Героиня Евгения Осиповой – 16-летняя дочь адвоката Юлия, которая ни в чем не нуждалась, но после смерти отца попала в закрытый пансион. Девушка умеет мастерски манипулировать окружающими, соблазняет Максима, Павел Прилучный, и обладает талантом общаться с миром мертвых. Одна из запоминающихся работ актрисы – роль певицы Ланы в сериале «Сын моего отца». Евгения сыграла девушку, в которую влюблены два брата нейрохирурга. В какой-то момент Лана запутывается в собственных чувствах. Излюбленным жанром актрисы становится мелодрама. Режиссеры приглашают блондинку с модельной внешностью на главные роли в сериале «Верю», ключи от прошлого, отпечаток любви, вместо нее – разорванные нити. Проходит кастинг девушкой в популярной ситком «Кухня», где появляется в эпизодической роли. Интересным проектом для артистки стал сериал «Печенье с предсказанием», который вышел на экраны в 2015 году. Евгения перевоплотилась в героиню Ирину, которая находит в китайском пирожном записку с текстом пророчества. «Предсказание начинает сбываться. Личная жизнь». Долгое время в личной жизни актрисы царила неопределенность. Девушки приписывали романы с актером Андреем Борило и режиссером Сергеем Швытким. Но ситуацию изменила одна встреча. С будущим супругом, кинооператором Анатолием Симченко, Евгения познакомилась на съемках «Башни». Снимали сцену, в которой Осиповой нужно было раздеваться перед камерой. Актриса никак не могла расслабиться, а оператор старался разрядить атмосферу. Анатолий пошутил, что с такой фигурой только обнаженной и нужно сниматься. После съемочного дня Анатолий пригласил Евгению на свидание, а вскоре между молодыми людьми вспыхнули чувства. Плотный график не позволял влюбленным проводить много времени вместе, поэтому вскоре Женя и Анатолий решили жить вместе. Молодые не строили планы на будущее, им просто было хорошо. Все изменилось с рождением сына в 2012 году. Супруги почувствовали себя родителями и настоящей семьей. С полутора лет Максим отдыхает вместе с мамой и папой, а все свободное время семья проводит вместе. После съемок в сериале «Ключи» от прошлого Евгения Осипова сказала, что больше не будет работать в столь напряженном графике, потому что хочет чаще видеть сына, наблюдать, как тот растет и взрослеет. Евгения – счастливая мама и жена. Сейчас у супругов уже двое детей. В 2015 году Евгения подарила мужу Анатолию дочь Соню. Семейные фото часто появляются на официальной страничке фан-клуба актрисы в Инстаграме и на личном аккаунте Евгении. Евгения Осипова сейчас. Каждый год Евгения Осипова снимается в трех-пяти фильмах, причем все чаще в главных ролях. На сегодняшний день в фильмографии артистки около 40 ролей. В 2016 году в мелодраме «Городская рапсодия» актриса сыграла спортсменку Евгению Ремезову, которая после ДТП становится инвалидом. Образ спортсменки актриса воплотила в следующем мелодраматическом сериале «Синхронистки», в котором партнершей Евгении по сценической площадке становится Вера Шпак. Девушки играют чемпионок, которые перед началом соревнований неожиданно ссорятся. К тому же каждая из спортсменок узнает, что жизнь есть и за пределами бассейна. Тренера героиню Лея Яны играет Мария Голубкина. Еще одна работа года – главная роль в мелодраме «Расплата за счастье», где Евгения Осипова предстает в отрицательном образе. Героиню актрисы Настю случайно сбивает Елена, Дарья Поверенного. Чтобы загладить вину перед жертвой ДТП, Елена приглашает девушку пожить к себе домой. С появлением Насти в семье Елены начинаются неприятности. Актриса также засветилась в рейтинговом ситкоме «Мамочки», где примерила форму лор-врача. А в 2017 году в очередной мелодраме «Машкин дом» сыграла подругу главной героини Маши, Ольга Лермон. Сейчас Евгения Осипова снимается в фильме, который носит название «Отражение радуги». Роман Полянский биография Романа Полянского называют новой звездой российского кинематографа и театра. Обаятельные персонажи в его исполнении запоминаются с первых минут повествования. Но не всегда они оказываются положительными героями. Артист в каждом из них находит частичку себя. Иначе, как он считает, невозможно правдоподобно раскрыть образ. Детство и юность Роман Полянский родился в бывшей столице сибирского казачьего войска и красивейшем городе России Омске. Уже в детском саду стало понятно, что растет актер. Мастерски сыгранная главная роль в детсадовском спектакле «Щелкунчик» подсказали родителям, в каком направлении развивать сына. Они отвели Романа в музыкальную школу, где он усердно обучался игре на кларнете на протяжении шести лет. По окончании общеобразовательной школы Роман Полянский продолжил совершенствовать музыкальный талант. В родном Омске будущий артист выбрал музыкальное училище имени Шабалина, где четыре года оттачивал мастерство игры на кларнете и даже освоил новый инструмент – тенор-саксофон. Роман Полянский в детстве с родителями. На втором курсе училища Полянский отправился в театральную студию. Игра на сцене настолько увлекла Романа, что на четвертом курсе он твердо решил идти по пути дальше. Поэтому начинающий артист отправился в Москву и в 2004 году поступил сразу в два театральных вуза, знаменитое Щукинское училище и школу-студию МХАТ, выбрал «Щуку». На курсе Владимира Иванова Роман Полянский оказался в числе успешных студентов. Личная жизнь. С будущей женой Роман познакомился, когда учился в Щукинском театральном вузе. Дарья Жулай – однокурсница Полянского. С тех пор артисты идут по жизни рука об руку. Семья для актера чрезвычайно важна. Личная жизнь Романа Полянского сейчас – это любимая супруга Дарья и обожаемая дочь Марфа. Актер любит детей и всячески балует свою дочку. По словам исполнителя, каждой девочке важно слышать с ранних лет комплименты в свой адрес. Это сформирует у нее характер без комплексов и поможет построить здоровые и счастливые отношения в будущем. Как утверждает артист, его жене приходится нелегко, ведь иногда он настолько вживается в роль, что трудно из нее выходит. А играть роману приходится не только позитивных и обаятельных парней. Но Даша умеет понимать и сглаживать острые углы, ведь она и сама актриса. В 2017 году фанаты Полянского заговорили об изменениях в личной жизни любимого актера. На странице Марии Куликовой, звезда Склифосовского, в Инстаграме появилось свадебное фото, на котором Полянский и Куликова предстали в образе жениха и невесты. Подписчики засыпали пару поздравлениями и комплиментами, но Мария убила сенсационность подписью киношный Романевич. Как оказалось, звезды российского кинематографа снимались на тот момент в новом проекте, название которого держалось в секрете. Позднее стало известно, что это мелодрама от ненависти до любви. На возникающие вопросы о родстве романа Полянского и артистки Елены Полянской актеры отвечают, что они только однофамильцы. Театр. По окончании Щукинского в 2008 году романа Полянского приняли в столичный театр имени Е. Б. Вахтангова. На этой сцене он выступал два года. В 2010-м, как говорит актер, он ушел в свободное плавание. Еще до ухода из театра имени Вахтангова Роман Полянский попробовал силы в новом спектакле романа Виктюка «Ренд Джей». Премьера состоялась в театре Виктюка и прошла с немалым успехом. Роман Полянский в 2020 году. Это и стало решающим фактором в решении Полянского перейти в другой театр. Тем более, что внешние данные актера соответствовали тому типу исполнителей, которые участвуют в постановках мастера. При росте 187 сантиметров вес артиста составляет 76 килограммов. В 2010 году роман появился перед театральными зрителями в образах Меркуция и Лоренца в постановке Ромео и Джульетта и главного героя в спектакле Фердинанда. Фильмы. Кинематографическая биография Полянского началась в студенческие годы. На третьем курсе начинающий актер попался на глаза режиссеру Елене Немых, которая подыскивала артистов на роли в проекте «Я вернусь». После первых проб романа утвердили. Полянский утверждает, что эта многосерийная лента оказалась для него отличной школой актерского мастерства, ведь ему повезло работать на одной площадке со звездами российского кинематографа Александром Пороховщиковым, Елизаветой Боярской и Екатериной Васильевой. Сегодня артист считает эту работу лучшей в фильмографии. Сериал вышел на экраны в 2009 году. Первым ситкомом в копилке романа Полянского оказался комедийный проект «Игрушки о жизни офисных сотрудников», где артист сыграл ветреного и спешащего немедленно познать радости жизни юношу, позитивного и веселого. Роман Полянский и Анна Старшинбаум. А вот первой серьезной работой, потребовавшей вдумчивости и даже мудрости, оказалась лента «Зеркало». Здесь роману предстояло сыграть мужа Марины Цветаевой, известного российского публициста и литератора Сергея Эфрона. Из фильмов, в которых позднее появился роман Полянский, стоит выделить картины «Рейдер», «Время любви», «Маруси и манекенщица». В ноябре 2016 года роман порадовал поклонников появлением в 12 серийном психологическом детективе «Научи меня жить» и мелодраме «Можете звать меня папой» режиссера Анария Мамедова. Роман Полянский сейчас. В мае 2019 года в творческой жизни романа появилась новая страничка. Актер снялся в откровенном клипе украинской исполнительницы Алины Гросу. По признанию певицы, Полянский воплотил на экране образ мужчины, рядом с которым хочется раскрываться с яркой стороны. Клип понравился не только поклонникам артистки, но и ценителям творчества романа. В этом же году на экране стартовал показ комедийного детектива Галка и Гамаюн, в котором Полянский исполнил роль капитана полиции Олега Качалова. Красавец не прочь завести интригу на стороне, о чем узнает его беременная супруга и решается на преступление. В фильме, который тепло приняла публика, главные роли сыграли Ирина Пегова и Анна Снаткина. В образе жены героя Полянского выступила Евгения Осипова. Роман Полянский в 2020 году. Сейчас продолжает пополняться копилка ролей актера в мелодраматических сериалах. Это главные герои фильмов роман с прошлым, город невест, чистая психология. В проекте «От ненависти до любви» он сыграл обаятельного сердцееда, способного на коварные поступки. В отличие от многих коллег роман часто сам исполняет все трюки. В этом фильме ему пришлось самостоятельно лазить по балконам. Евгений Воловенко биография. У Евгения Воловенко нет актерского образования. Однако режиссеры ведут на него настоящую охоту. И фильмография пополняется со скоростью, которой позавидовали бы обладатели дипломов театральных вузов. Отсутствие теоретических знаний исполнитель компенсирует советами старших коллег, самоанализом и наблюдательностью. Даже сейчас, став популярным и узнаваемым, он считает, что в профессии находится только в начале пути. Детство и юность. Евгений родился в апреле 1972 года в Калининграде, там же окончил школу, увлекался спортом. Интерес к театру проснулся в юном возрасте, но актером Воловенко себя не видел. На информацию о родителях и старшем брате словно наложено негласное табу. В интервью Евгений упомянул, что отец работал на тральщике, месяцами пропадал в море. Род занятий матери, как и национальная принадлежность членов семьи артиста, неизвестны. Не успев перебраться в Москву, молодой человек отправился отдавать долг родине, прослужил два года на флоте, а после демобилизации задумался о будущем. По словам Воловенко, процесс покорения столицы складывался хрестоматийно. Сложностей было предостаточно, пока однажды симпатичного парня с глазами зеленого цвета и ростом в 186 сантиметрах не выделило в толпе менеджер модельного агентства президент. Евгений Воловенко в молодости. Яркая внешность Евгения была применена, что называется, по назначению в рекламе и клипах популярных исполнителей. Его фотографии украсили страницы каталогов одежды и глянцевых журналов. Но хождение по подиуму и все, что с этим связано, Воловенко считал работой недостойной мужчины. Он помнил слова матери, что себя любить не возбраняется, но в меру. Женщина на корню пресекала восхищение соседок, отмечавших привлекательность мальчика, и заявляла, что сын ничем не выделяется на фоне ровесников. Поэтому, когда подвернулась возможность сняться в кино, Евгений не упустил шанса сменить нишу. К статусу секс-символа, присужденного ему поклонницами, актер относится с юмором. В том, что красота – это товар очень ненадежный и скоропортящийся, Воловенко убедился еще в молодости, во время съемок ему случайно разбили лицо. Синяки и ссадины проходили медленно, и тогда исполнитель впервые задумался о том, что главное в его ремесле все-таки не внешность, а мастерство. Имеет ли тот случай отношение к появлению на лице шрама, не уточнялось. Личная жизнь. В беседах с представителями прессы тему личной жизни Воловенко не затрагивает. То ли это упущение журналистов, то ли он попросту виртуозно обходит острые углы. Только по случайно оброненной фразе о том, что его дети умеют ходить шагом разведчика, выяснилось наличие у Евгения Наследников. Социальные сети, откуда традиционно публика узнает новости, актер не использует как семейный альбом, в Инстаграме, Фейсбуке и во Вконтакте соответствующие фотодоказательства отсутствуют. Дочь Анастасия, родившаяся в первом браке, уже взрослая окончила факультет международного права в Университете Польши. С бывшей супругой Воловенко остались теплые отношения. Евгений Воловенко и его жена. Нынешняя жена артиста, Диана Розовлян, родом из Украины, моложе на 18 лет. Коллега по профессии снималась в фильмах «Пес», «Последний янычар», «Сердце матери», «Внешняя девушка», копия певицы Насти Каменских, а в Евгении поклонники находят сходство с Кириллом Сафоновым и Андреем Чернышевым. Воловенко с трепетом относится к местам, где провел детство. Но приезжая в Калининград, расстраивается, видя как не в лучшую сторону меняются люди и их отношения к местной природе. Походку, не оставляющую следов, актерская семья освоила, потому что так не наносится вред лесам, морскому побережью. Вместе с друзьями Евгений участвует в благотворительных мероприятиях по сохранению национального парка Куршская коса. Все, кто полюбил это место на земле, знают, что такого не найдешь нигде, это произведение искусства от природы. Сейчас такое время, когда все привыкли только брать и ничто не дают взамен. Никому не стыдно, нет уважения, это печально. Фильмы. Кинематографическая биография Воловенко – это благоприятное стечение обстоятельств, умноженное на трудолюбие и врожденный артистизм. Сниматься в кино исполнитель начал в 2004 году. Играл проходные, малозаметные роли, неудостаивавшиеся упоминания в титрах. Зато эти эпизоды дорогого стоили, ведь актер появлялся в популярных сериалах «Кулагин» и «Партнеры», «Аэропорт», «Солдаты», комедийной мелодраме «Резоги Генишвили Жара», удостоенной семь номинаций на MTV Russia Movie Awards. Первая удача и главная роль в мелодраме «Женские истории». Зрители увидели мало знакомого, но обаятельного и яркого артиста в роли Бориса. Новых предложений от режиссеров долго ждать не пришлось. Так, в послужном списке появились боевики «Медвежья охота» и «Джокер», «Детективы паутина» и «Дикий», мелодрамы «Обручальное кольцо» и «Джамайка», сериалы «Дневник доктора Зайцевой» и «Девчонки». Дело Батагами, попытка российских кинематографистов привлечь в собственные проекты иностранных звезд, а заодно раскрыть пару секретов, прокурорского подразделения по защите свидетелей. В боевике, помимо Евгения, задействованы Марк Дакаскас и добившийся признания в Голливуде соотечественник Игорь Жижикин. Шрам на лице Евгения Воловенко. К широте жанров добавилось и разнообразие образов. Воловенко перевоплощался в непорядочного банкира в средстве от разлуки, в талантливого химика в мертвом сердце, во врача в поцелуй, в журналистов партии для чемпионки. В мистической драме предчувствия он сыграл наемного убийцу, в фильме «Лектор» – дипломата, а в «Нахалке» – любителя беззаботной жизни. Персонаж исполнителя в криминальной ленте подозрения, майор ФСБ, расследующий связи организованной преступной группы с иностранной разведкой. После того, как подозреваемые начинают гибнуть один за другим, главного героя обвиняют в предательстве. Подтвердители опровергнуть причастность офицера к сливу информации должен лучший друг. Роль человека, которым движут трусость и корысть, досталась артисту в картине «Чужая жизнь». Мужчина бросает любимую с ребенком и кучей долгов и скрывается. Женщине приходится притворяться вдовой, выдумывать истории, да еще постараться оправдать надежды земляков, не подозревающих об обмане. Евгений Воловенко и Александр Панкратов-Черный. Очередной образ правоохранителя актер примерил в фильме «Кровь с молоком». Он перевоплотился в прокурора, которому и после развода приходится присматривать за бывшей женой в лице Ольги Фадеевой, поскольку та случайно втягивается в авантюру. В 2016 году Воловенко исполнил главную мужскую роль в мелодраме «Свой чужой сын». Сыграл обеспеченного вдовца, женившегося на молодой женщине и сославшего собственного ребенка подальше за границу под предлогом учебы. Юноша развязывает тихую войну, уверенный, что мачеха обманывает главу семейства ради денег. Близка по содержанию картина «Держи меня за руку». Только на этот раз у лишившегося супруги героя Евгения на руках осталось трое детей. Чтобы справиться с беспорядком в доме, бизнесмен нанимает няню. Фильм показывает развитие взаимоотношений между этими двумя людьми с трагической судьбой – Евгений Воловенко и Екатерина Климова. Триллер «Тихие люди» затрагивает тему семейных ценностей, умение слышать, понимать и прощать друг друга. Здесь актер снялся в роли полицейского, жена которого, как и еще четверо человек, выиграла в лотерею. Однако деньги получит тот, кто совершит убийство. В сериале «Искушение» исполнитель превратился в отца помощника-олигарха. Его сыну приходится распутывать интриги и бороться со всесильным хозяином за сердце одной и той же девушки. Состоятельного человека, для которого нет преград, артист сыграл в ленте тренер. По сюжету герой Евгения, обладающий полезными связями, обещает уволенному спортивному наставнику возвращение на работу, если тот подготовит к марафону дочь. В центре повествования рокового СМС, любовный треугольник персонажей Воловенко, Эльвиры Болговой и Николая Иванова. Артистам для придания необходимого характера своим героям пришлось пойти на некоторые жертвы. Евгений брал уроки игры на виолончели и худо бедно извлекал из инструмента звуки. А Эльвира, пусть и на небольшой высоте, отважилась без страховочного троса пробежаться по перилам балкона. Евгений Воловенко сейчас. В 2016 году состоялась премьера драмы по законам военного времени, и на актера, сыгравшего юриста Ивана Рокотова, обрушилась безмерная любовь зрителей. В каст первого для него исторического фильма он попал со второй попытки. На пробы исполнитель приехал прямо с самолета, и съемка получилась скомканной. Но Воловенко фаталист. Он верил, что обойдет еще четырех претендентов на роль. Надежды оправдались. Образ военного прокурора, влюбленного в героиню Екатерины Климовой, артист считает самым главным в карьере. В 2020 на экраны вышел четвертый сезон картины. В первом у героев завязался роман, во втором они сыграли свадьбу и в силу обстоятельств расстались. Через три года встречаются уже многое понявшие и переоценившие, но по-прежнему любящие друг друга люди. В продолжении фильма действие разворачивается в мирное время под Кёнигсбергом, практически на родине Воловенко. Кроме того, артист исполнил роль второго плана в детективном триллере «Тайна последней главы о девушке», вокруг которой совершаются убийства в точном соответствии с книгой, которую она переводит. В актерский ансамбль вошли Александра Никифорова и Константин Соловьев, с которым Воловенко работал над сериалом «Непара». В украинском проекте «Чужие дети» Евгения и Марина Волкова сыграли бездетную супружескую пару, решившую прибегнуть к суррогатному материнству. Вот только матерей оказывается две, и ребенка героини Алины Ланиной биологические родители забирать отказываются. Татьяна Лютаева биография Татьяна Лютаева только на первый взгляд кажется ледяной аристократкой. В школе актриса слыла хулиганкой и гадким утенком, учители считали девочку достаточно хваткой и умной, чтобы не скатиться по наклонной. Она не побоялась остаться одна с двумя детьми, бросить налаженный быт в одной стране, чтобы самореализоваться в другой. Татьяна счастлива, что, как русский человек, пригодилась на родной земле, ведь каждый должен заниматься своим делом, и тогда будет счастье. Детство и юность Лютаева Татьяна Борисовна родилась 12 марта 1965-го, по знаку зодиака рыба. Родной город актрисы – Новая Каховка, а в два года болезненную девочку перевезли в Одессу. Точно ее национальность неизвестна. Отец Татьяны был геологом, а мать – психиатром-логопедом. Родители даже не предполагали, что их дочь станет не только знаменитостью, но и первой красавицей советского кино. В детстве ничто не указывало на талант девочки в этом направлении. Как призналась сама Татьяна Лютаева, в те годы она была худой, нелепой, стеснительной и с очень тихим голосом. Будущая кинозвезда училась в музыкальной школе по классу скрипки, заработала звание кандидата в мастера спорта по прыжкам в высоту. Та не дружила только с Анной Шафажинской, ныне оперной примой, и с мальчиками. Татьяна Лютаева в детстве. Все изменилось в старших классах, когда Татьяна решила попробовать свои силы в только что открывшемся театральном классе. Увлечения девушки родители изначально не поддерживали, но, заметив неподдельный интерес дочери к театральному искусству, приняли такой выбор. Затем в родной город Татьяны в поисках молодых талантов прибыл Алексей Баталов, и девушке удалось преодолеть конкурс в 700 человек на место и попасть на курс Мэтрова в ГИК, который она окончила в 1986 году. Сразу после отъезда Лютаевой в Москву отец с матерью развелись. Личная жизнь. К моменту выхода на экраны Гардемаринов, Татьяна Лютаева уже вышла замуж за Олегаса Дитковскиса, который был на 10 лет старше и в то время учился на режиссера. Ради него актриса, позабыв о признании публики и коллег, переехала в Литву. Кстати, последние эпизоды прославившей Татьяну картины приходилось снимать только крупным планом, потому как актриса была на последних месяцах беременности. В 1988 году на свет появилась дочь Олегуса и Татьяны, которую назвали Агнией. Повзрослевшая девочка пошла по стопам матери, стала востребованной актрисой. Агния Дитковскити – удивительно напоминающая мама в молодости. Вместе с Татьяной Вилашову «Это моя мама» на России один о внутреннем и внешнем преображении героинь старше 40 лет. Для ряда СМИ внешнее сходство Лютаевой и Екатерины Климовой стало основанием заявить, что коллеги и сестры. В некой мере женщины приходятся друг другу родственницами. Татьяна – крестная мама сына Екатерины Игоря Петренко, Корней. Артистки частенько публикуют общие фото в соцсетях, вместе отдыхают. Снялись в рекламном ролике клиники эстетической медицины. Оно и понятно, обе не выглядят на свой возраст. Татьяна Лютаева в молодости в фильме «Гардемарины» – «Вперед!» Совсем скоро первый брак Татьяны Лютаевой распался. Причиной скандалов стала ревность супруга из-за стремления жены выйти в свет. При этом Оля Гус сам не пренебрегал походами на всевозможные светские мероприятия. После развода женщина не стала уезжать из Вильнюса и вскоре снова обрела кавалера. Вторым мужем Татьяны стал Рокас Романаускас, отец которого знаком зрителю по роли в картине «Долгая дорога в дюнах», а мать – актриса Эгли Габринайте, также известна работами в кино. В отличие от первого мужа Рокас младше Татьяны на 7 лет. В 1999 году у пары появился сын Доминик. Наследник предпочел более материальную профессию, учится в МГУ на факультете государственного управления, мечтает в будущем стать бизнесменом. Дабы не нанести вред учебному процессу, Доминик отклонил предложение о съемках в «Адмирале» с Константином Хабенким и Сергеем Безруковым. О личной жизни парня ничего неизвестно, правда, папарацци как-то застали его в компании с Алесей Кафельниковой. Второй брак Лютаевой также дал трещину, после чего в 2004 году актриса вместе с двумя детьми уехала в Москву. Это был сложный период, помощи ждать было неоткуда. И Татьяне пришлось снять квартиру, устроить дочь в литовскую школу, а сам и искать работу. В 2006 году Татьяна Лютаева связала себя узами брака с оператором Дмитрием Мишиным. В этом же году в фильме «Жара» дебютировала дочь актрисы. В образе ее возлюбленного предстал Алексей Чадов, а Татьяне выдалось сыграть роль матери молодого человека. Через несколько лет Алексей и Агния поженились, а в июне 2014 года Лютаевой посчастливилась стать бабушкой, у дочери родился сын Федор. В итоге жизнь у актеров не сложилась, и Агния с Алексеем развелись. С третьим супругом Татьяна тоже рассталась. Деталями биографии Лютаева не раз делилась с публикой, в студии программы Киры прошутинской жена. История любви, у Юлии Меньшовой в «Наедине со всеми», в ток-шоу Татьяны Устиновой «Мой герой». Татьяна Лютаева дружит с бывшими мужьями, чем приводит знакомых в смятение. Так, актриса по приезде в Вильнюс может остановиться дома у первого супруга Олегаса и его нынешней жены. Часто отца навещает дочь Агния. Дружеские отношения у нее и с Ракасом, отцом Доминика. Когда Татьяна приезжает в Прибалтику, часто встречается с обоими отцами своих детей, они по-дружески общаются, смеются, ходят в кафе. Татьяна Лютаева, ее дочь Агния Дитковскити и сын Доминик Романаускас. Актриса счастлива в личной жизни, при этом имя очередного избранника Татьяна разглашать не торопится. Лютаева, признанная красавица с модельным ростом в 174 сантиметрах. Ее героиня в детективе Гетера Майора Соколову ухаживала за внешностью с помощью серебряной ложки. Этот прием, к слову, посоветовала Алена Бондарчук, которая узнала о нем от Ирины с копца Евой. В жизни артистка пару раз в месяц обращается к косметологу, плавает в бассейне и бегает в парке, посещает тренажерный зал и хамом, делает спортивный массаж и пьет овощные соки. На завтрак, стакан воды и домашний йогурт, ежедневно в рационе суп, и в целом кухня простая, но разнообразная. Вне съемочной площадки Татьяна не пользуется косметикой. Можно и во взрослой жизни быть красивой, сверкающей, искрящейся женщиной. И потом, любого человека красит внутренний мир. Если душа чистая и прозрачная, то и в возрасте это будет видно. Время утекает в любом случае. Но нужно быть ухоженной, доброжелательной, с возрастом стараться перестраиваться. Татьяна Лютаева в купальнике. Татьяна продолжает сниматься в кино и общаться с поклонниками в социальных сетях. Так, на аккаунт заслуженной артистки России в Инстаграме подписались тысячи человек. Там Лютаева делится свежими новостями из жизни. В марте 2017 года она первой сообщила о кончине актера Александра Кузнецова, своего наставника, человека, который вместе с Алексеем Баталовым в свое время рассмотрел в ней талант. Вместе с тем Лютаева делится с подписчиками и личными фото. Чаще всего это снимки с рабочих процессов, но есть и фотографии с отдыха актрисы, куда она тоже выбирается нередко. Имеются и кадры, запечатленные в купальнике на пляже, стоит отметить, несмотря на возраст, женщина сохраняет отличную фигуру. Чтобы еще больше украсить свое тело, в разные годы Татьяна делала татуировки. В 2015 в передаче «Гости по воскресеньям» на первом канале актриса поведала ведущей об их значении. Женщина призналась, что в общей сложности разные части ее тела украшают четыре картинки и все они работают, оберегая семью от напасти и притягивая любовь. Но дочь Агния превзошла маму, к тому времени у нее было 10 тату, и все они не очень большого размера. Театр. Сразу после выхода фильма «Гардемарины» – «Вперед!» Татьяна Лютаева уехала в Вильнюс. Параллельно со съемками в кино, которых в 90-е годы было не так уж много, артистка играла в Вильнюсском русском драматическом театре. К тому времени театр покинула Элина Быстрицкая, и Лютаева по праву стала ведущей актрисой. В репертуаре Татьяны были роли, которым можно было позавидовать, Катерина в украшении строптивой, Настасья Филипповна в «Идиоте», Елена Андреевна в «Дяди Ване», Эмма в «Приглашении на казнь», Ольга в «Трех сестрах». Этому театру в общей сложности актриса посвятила 13 лет. Театр и сейчас присутствует в жизни Татьяны. Роль в антрепризном спектакле «Заговор» по-английски – одна из запоминающихся работ актрисы. В конце 2018 Лютаева рассказала, что играет в особенностях национальной женитьбы по мотивам пьесы Александра Островского «Волки и овцы», репетирует новую постановку с Еленой Яковлевой. В спектакле «Свободная любовь» ее партнером выступает Дмитрий Дюжев, а в очереди – Мария Горбани и Александр Фекленко. Фильмы. Выпускную постановку «Тень» по Евгению Шварцео, в которой участвовала Лютаева, посетила известный режиссер Светлана Дружинина. Она пришла по совету сына и сокурсника Михаила Мукасея, отрекомендовавшего девушку как подходящую мочалку, вспоминала позже артистка. Дружинина была приятно удивлена игрой талантливой актрисы и предложила ей поучаствовать в кастинге к фильму «Гардемарины» «Вперед!». Татьяне удалось настолько хорошо себя показать, что она сразу же получила главную женскую роль. Начинающая актриса сыграла знаменитую Анастасию Ягужинскую. Лента получила колоссальный успех, а Лютаеву назвали открытием года. Редко кто мог сразу после дебюта в кино прославиться на весь союз. По сюжету фильма «Ягужинская» – возлюбленная героев Сергея Жигунова и Михаила Боярского. В фильме Лютаева снялась с целым созвездием советского кино, Дмитрием Харатьяном и Евгением Евстигнеевым, Александром Абдуловым и Владимиром Шевельковым, Натальей Гундаревой и Римой Марковой. Кстати, в кинокартине «Татьяна говорит чужим голосом», артистку озвучила Анна Каменкова. После выхода фильма «Гардемарины» Татьяна поехала навестить мать в Одессу. Если сначала мама не считала профессию актрисы серьезной и мечтала, чтобы дочь стала врачом, то после она стала гордиться дочерью. Татьяна рассказала в интервью, что после премьеры долго готовилась к выходу в город, будучи уверенной, что сейчас ее начнут узнавать на улице. Но никто женщину не узнал. Сначала актриса опешила, задавала себе вопрос где слава, а затем рассмеялась и успокоилась на всю жизнь. Несмотря на посыпавшиеся от режиссеров предложение сняться в новых картинах, Татьяна неожиданно выпала из поля зрения публики. Это было связано с переездом в Литву к мужу. В последующие годы Татьяна Лютаева время от времени снималась в кино. На экран вышли фильмы «Дама с попугаем» 1988, «Семья вурдалаков» 1997, «Дни после убийства» 1991, «Виват», «Гардемарины» 1991, «Паутина» 1992 и другие 90-е годы дались постсоветским странам нелегко. Настал период, когда кино снимали только те, кто располагал деньгами, а талант, образование и опыт уходили на второй план. В эти времена Татьяна Лютаева служила в театре. В 2003 году фильмографию артистки пополнил художественный фильм «Жизнь одна», где она сыграла одной из главных героинь. Сюжет разворачивается вокруг женщины, которая не смогла простить мужу интрижку с секретаршей. Теперь ее жизнь подчинена одному любимому делу – журналистике. Но из-за работы на износ очень скоро у нее начинаются проблемы со здоровьем. Героиня отправляется на отдых в санаторий, где и начинается все самое интересное. Активно сниматься вновь актриса стала после того, как вернулась в Москву в 2004 году. Старый друг Александр Балуев заявил, что пора заканчивать с 15 годами заключение и ехать домой. А Константин Худяков предложил роль в мелодраме «Другая женщина, другой мужчина». Тогда зрители запомнили артистку по работам в сериалах «Есенин» 2005, «Охота на изюбре» 2005, «Обручальное кольцо» 2008. В 2009 и 2010 годах Лютаева снимается в комедиях самый лучший фильм «Два и выкрутасы». В 2014 актриса запомнилась участием в проекте «Веселые ребята», а в 2015 снялась в картине «Овечка доли была и злая и рано умерла». Напомнить о себе Лютаевой удалось и съемками в популярных сериалах «Метод Лавровой», «Гитера Майора Соколова», «Мамочки». Любопытно, что поэроэктически во всех фильмах она играет главные роли. В комедийной драме 2012 года «Пять звезд» ей тоже достался яркий персонаж. На другие основные роли режиссер Вячеслав Яковлев пригласил не менее известных артисток Анфису Чехову, Елену Яковлеву, Марину Блейк и Анну Михайловскую. Татуировка Татьяны Лютаевой. Фильм повествует о пяти женщинах, которые во время празднования юбилея столкнулись в дамской комнате. У каждой есть своя тайная история, но они не подозревают, насколько тесно переплетены их жизни. В 2015 году актрису задействовали в образе Тамары Макаровой в ленте Людмила Гурченко, посвященной жизни легенды советского кино и эстрады. В 2016 Татьяна участвовала в сериале «Степные волки», мелодраме «Сводные судьбы», драме «Герой с Дмитрием Биланом». В 2018 году на телевидении демонстрировалась семейная сага «Одна жизнь на двоих» по роману Анны и Сергея Литвиновых. В картине Татьяна предстала в образе генеральской жены, резкой и заносчивой. При работе над ролью актриса обратилась к воспоминаниям из жизни, в Литве по соседству с Лютой выжила тетя Нора, супруга боевого генерала. Черты характера, манера поведения Галины Капитоновой – все почерпнуто в этой женщине. Экранным супругом артистки стал Сергей Паршин. В том же году Лютаева стала участницей телевикторины Первого канала «Кто хочет стать миллионером». Вместе с ней на вопросы ведущего отвечали актеры Дмитрий Харатьянт, Михаил Боярский, оператор Михаил Мукасей, сын режиссера Светланы Дружининой. Выпуск был посвящен 30-летию фильма Гардемарины «Вперед!». Дальше Татьяне суждено играть благородных, высокопоставленных особ. Вот и в украинском детективе «Завещание принцессы» она сыграла королеву вымышленной микроскопической страны Сент-Люмьер, который угрожает поглощением Франции. Татьяна Лютаева и ее внук, в проекте Карена Шахназарова Анна Каренина-Лютаевой досталась роль графини Вронской. Сама актриса считает, что драматические, с налетом трагизма образы интереснее романтических, как, например, в драме «Наживка для ангела», где с Борисом Щербаковым она сыграла семейную пару, поначалу усыновившую героя Владимира Жеребцова, но затем отдавшую предпочтение персонажу Татьяны Арндгольц. Через несколько лет супругам пришлось пожалеть о принятом решении. Новый проект в фильмографии актрисы, 20-ти серийный сериал «Русские горки» по заказу Первого канала, запланированный к выпуску в 2019-м. Это шпионская лента, в которой агент иностранной разведки становятся деревенским пастухом, а рожденного вне брака ребенка воспитает его собственная дочь. Актерский состав, помимо Лютоевой, представлен Лянкой Гриу, Кариной Андаленко, Константином Лавроненко, Сергеем Пускипалисом. Специально под дочь Татьяна как режиссер и сценарист сняла картину «Камень, ножницы, бумага». Идеи Лютоевой не нашли отклика в Министерстве культуры России, и финансовую поддержку оказал продюсерский центр лидера группы Любе Николая Расторгуева. Фильм, по словам автора, посвящен проблеме выбора, перед которым оказалась начинающая актриса Татьяна Лютаева Сей Чи Си. Татьяна и сейчас регулярно появляется на телевидении. В мае 2019 года она получила приглашение сняться в продолжении популярной картины «Гардемарины. Вперед!», получившей название «Гардемарины. ИВ», показ которой запланировали на 2020 год. Она снова примерила на себя образ Анастасии Ягужинской-Беловой. Вместе с ней в съемках участвовали Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Мамаев и другие. Одновременно с этим артистка успевает работать и в театре. Вместе с Еленой Яковлевой в конце зимы, начале весны 2020 года она сыграла в спектакле «Вражда», где через судьбы звезд американского кино рассказала не только о Голливуде, но и о себе, славе и одиночестве, разочарование и счастье. С этой постановкой женщины успели посетить Омск, Красноярск и другие города. Александр Наумов «Биография». Заслуженный артист России Александр Николаевич Наумов – один из наиболее востребованных представителей кинематографа. В год на экраны выходит от 10 до 15 фильмов и сериалов с его участием. Роботоспособности и кипучей энергии артиста можно только позавидовать. Он не только успевает пополнять свою фильмографию, но и является одним из ведущих актеров Московского театра. Детство и юность. Родился артист в семье, где о театре и кинематографе никто не думал. Родители трудились на заводе. Как позднее вспоминал актер, его появление на свет мать с отцом ждали долгих 10 лет. О рождении младенца молились в церкви, что грозило супругам проблемами с работой. Жизнь в заводском районе Сормова, что в Горьком, теперь Нижний Новгород, мало располагала к мечтам об искусстве. Поселок просыпался с заводским гудком, а по выходным рабочие люди развлекались не походами в театр, а выпивкой и драками. Уже в детстве Александр стал участником театральной студии. Трудовую биографию решил продолжить на железной дороге. Но, к счастью для своих нынешних поклонников, после восьмого класса провалил экзамен по математике в железнодорожный техникум. Александр Наумов в молодости. В выпускных классах юноша увлекся самодеятельностью. За два года занятий в школьном драм-кружке он так проникся театром, что после получения аттестата о среднем образовании отправился в театральный вуз. Несколько лет спустя мать призналась, что когда сын поступал в Горьковское театральное училище, ходила в церковь и ставила свечку, желая ему провала на экзаменах. Женщина не верила, что сын сумеет прижиться в актерской среде. Позднее она изменила отношение к этой профессии. Александр Наумов поступил с первой попытки, чему сам удивился, в юности не мог похвастаться решительным характером и раскованностью. А вот уверенные в силах звезды школьного драм-кружка в театральный не поступили, слетев с первого тура. После первого курса Наумова, рост которого составляет 189 сантиметров, призвали на армейскую службу. Демобилизовавшись, он вернулся в училище и в 1982 году получил диплом. Личная жизнь. Первой супругой актера была однокурсница по имени Наталья Мерц. Роман вспыхнул, когда Александр Наумов с группой выпускников Горьковского театрального училища поехал в Пензу. Здесь оба супруга устроились в один театр. Наталье повезло больше, артистка выходила на сцену, играя главных героинь, а вскоре и вовсе стала примой театрального коллектива. Помимо профессии, ревновал свою жену Александр и к другим мужчинам. В его жизни наступил тяжелый период. В молодом возрасте Наумов принял решение полностью изменить судьбу. Он подал на развод и один отправился в столицу. Расставание с Натальей получилось легким, в семье не было детей, развели супругов быстро. В Москве актер первое время не мог устроить личную жизнь, ждал встречи со своим человеком. Вскоре в его жизни появилась девушка по имени Мария, будущая вторая жена. Знакомство состоялось на одной из вечеринок, которую организовал коллега Александра Анатолий Иванов. У женщины подрастала семилетняя дочь Вера от первого брака, которой Александр Николаевич стал отцом и другом. У влюбленных родился общий сын Саша. Роды проходили дома. Супруги три месяца после появления мальчика на свет не могли придумать ему имя. Актер настаивал на том, чтобы малыша назвали Нилом. Но на семейном совете сделали выбор в пользу Александра. О своей семье артист рассказал в программе «Судьба человека», где также впервые продемонстрировал совместные с женой и родителями фото. Часто имя актера по ошибке появляется рядом с именем коллеги, актрисы Будиной, тезка Александр Наумов, бывший муж Ольги Будиной, предприниматель. Театр. После окончания театрального училища Александра Наумова приняли в труппу Пензенского театра, где предложили роль Емеля в спектакле «Емеля на счастье». В восемь лет он играл героев сказок, подменял коллег, а по выходным и праздникам ездил в столицу. Артист ходил на спектакли или просто бродил по старым московским улицам, ловя себя на зависти ко всем жителям столицы, которым повезло жить в лучшем городе на свете. Вскоре актеру подвернулся случай перебраться из провинциальных подмостков на столичные. В Пензенский драмтеатр приехал художественный руководитель Московского театра на юго-западе Валерий Беликович. В Пензе режиссер ставил спектакль, в котором задействовал Наумова. И тогда Александра осенило, или сейчас, или неизвестно когда. Он соврал худруку, что женится на москвичке, ведь прописка оставалась главным препятствием на пути к жизни в столице. Беликович взял Наумова в труппу театра на юго-западе. Первое время артист ночевал в театре или ютился у друзей, невесты в Москве у него не было. Позже снял тесную квартирку и чувствовал себя господином вселенной, наслаждаясь кипящей жизнью столицы и работой в театре. Актер Александр Наумов. На подмостках он сыграл десятки ролей, две трети, главных. В «Чайке» перевоплотился в «Медведенко», в «Куклах», в «Пигмалиона», в «Гамлете», в «Розенкранцеа», в «Шекспировском Макбете» сыграл Макдуфа. А в спектакле «Мастер» и Маргарита Наумов появился в роли Ивана Бездомного. Возросшее мастерство, зрительский успех и 25 сыгранных образов окрылили артиста, но всесоюзной известности не принесли. Ему особенно дорога работа в спектакле на дне. Эта постановка – одна из самых старых в театре. Здесь Александр впервые воплотил на сцене драматический образ. До этого момента он появлялся только в сатирических ролях. Актер отмечает, что секрет театра на Юго-Западе – режиссерский взгляд его художественного руководителя Валерия Беляковича. Постановщику удавалось найти даже для самых известных пьес нестандартное решение. Труппа, сформированная вокруг худрука, и после его смерти осталась дружной, споров о ролях в творческом коллективе никогда не было. Фильмы. Кинематографическая биография Александра Наумова началась в середине 1980-х. Актер появился в эпизоде драмы американского режиссера Тейлора Хэкфорда «Белые ночи», где ключевых персонажей сыграли звезды Михаил Барышников, Хелен Мирин, Грегори Хайнс и Изабелла Расселини. После 14-летнего перерыва Наумов вернулся на съемочную площадку. Теперь надолго. В конце 1990-х снялся в эпизодах проектов «Суперхирург» и «Самозванцы», а в переломном 2000-м появился в сериалах «24 часа», «Граница», «Таежный роман» и «Моросейка», «12». Актер не гнался за главными персонажами и брался за любую предлагаемую роль. Наибольший успех принесла работа в культовом фильме «Брат 2». Наумов сыграл начальника банковской службы безопасности Хакина. Дебютная главная роль досталась артисту в 2002 году. В драматической ленте «Глаза» Ольги Корж Александр Николаевич появился в образе мужественного провинциального следователя, раскрывшего преступление ценой жизни дочери. Затем были яркие роли в сериалах «Пять минут до метро», «Русские амазонки», «Два дальнобойщики», «Кодекс чести», «Русские в городе ангелов» и в третьем сезоне детективной ленты Даша Васильева. Любительница частного сыска. В 2006 году состоялась премьера триллера «Алексея Мурадова-Червь», где Наумов появился на экране с Вадимом Демчогом, Дмитрием Персиным и Галиной Даниловой. Роль отца Сергея, Сергей Шнырев, для актера одна из любимых в фильмографии. В конце первого десятилетия 2000-х Александр Николаевич озвучил российские мультфильмы и появился в приключенческих проектах «Еще один шанс», «Знахарь», «Десантный бяти» и «Скорая помощь». В сериале «Доктор Терса», где главного героя сыграл Михаил Пореченков, зрители увидели Наумова в роли физрука Андрея Сафронова, а в многосерийном историческом проекте Алексея Мурадова-Жуков он перевоплотился в маршала авиации Новикова. Александр Наумов на съемках фильма «Аквамарин». Одним из ярких проектов 2014 года в репертуаре актера стал детектив Палач из серии фильмов о майоре Черкасове. На экране Наумов появился в образе капитана милиции. Блестящий актерский костяк сериала составили Андрей Смоляков, Виктория Толстоганова, Юлия Пересильв. Александр Николаевич уверяет, что ему не важно, какую роль играть, главную или эпизодическую, отрицательную или положительную, актер должен с легкостью перевоплощаться в любого персонажа. В 2017 году на телеканале «Россия-1» состоялась премьера исторической мелодрамы Алексея Попогребского «Оптимисты». Это фильм о жизни и работе советских дипломатов в 1960-х. Главные роли в проекте достались Владимиру Вдовиченкову, Севере и Янушаускайте, Ринале Мухаметову и Анатолию Белому. Наумова зрители увидели в образе генерала. В главной роли артист появился в остросюжетном сериале «Майор Соколов. Игра без правил» Карена Захарова. Премьера сериала состоялась в июне 2017 года на канале НТВ «Александр Наумов сейчас». В 2020 году на экраны вышло продолжение популярной киноленты 1983 «Зеленый фургон». Совсем другая история. В известном фильме «Главную роль», как и 36 лет назад, исполнил Дмитрий Харатьян. Александр Наумов перевоплотился в этой истории в сотрудника органов госбезопасности. Сейчас знаменитость продолжает пополнять репертуар новыми проектами, в том числе фильмами «Игрушка», «Возвращение», «Аквамарин», «Вспомнить себя», Инна Коляда биография. Инна Коляда – белорусская актриса, снимающаяся в российских сериалах. Знатокам кино полюбилась по многочисленным картинам, которых сейчас в фильмографии артистки не один десяток. Она долго, но упорно, маленькими шагами шла к своей цели и теперь наслаждается работой, каждый раз полностью отдаваясь съемочному процессу. Детство и юность. Инна родилась в Беларуси 28 апреля 1989 года. Родители, инженеры по профессии, также воспитывали сына, младшего брата девочки, которого зовут Дмитрий. Коляда росла активным и даже авантюрным ребенком. Ради приключений легко нарушала запреты и отправлялась на поиски неизведанного. Девочка, помимо общеобразовательной школы, училась еще в музыкальной студии по классу баяна, а также посещала танцевальный кружок. Но главной мечтой Инны, начиная со старших классов, была профессия актрисы, к воплощению которой девушка шла долго и упорно. Ведь это не шутка, она поступала в театральный вуз пять раз. После первого провала успела стать студенткой Белорусского педагогического университета имени Максима Танка, в котором обучалась на факультете хореографии. Актриса Инна Коляда. Однако каждый год Коляда продолжала штурмовать престижный вуз страны по актерскому профилю. Поняв, что обманывает себя, теряя время на хореографическом, Инна бросила университет после третьего курса. А с пятой попытки все же вошла в число студентов театрального факультета Белорусской академии искусств, где оказалась самой старшей на потоке. После выпуска девушка попала в труппу Минского современного художественного театра. Несмотря на юный возраст, здесь актриса сыграла ряд главных ролей, в том числе и в патриотическом спектакле «Минск. Я люблю тебя», в котором появлялась на сцене в образе сразу двух ключевых персонажей. Кроме того, она приглашалась в Христианский театр под руководством Натальи Башевой и была задействована в международном белорусско-польском проекте «Амазония». После переезда в Москву, где стала студенткой актерско-режиссерского факультета ГИТИСа мастерской Михаила Левитина, Инна Коляда поступила в труппу театра «Эрмитаж». Личная жизнь. Когда Инне Коляде было 20 лет, она вышла замуж. Избранник Александр Гладкий – артист Минского театра юного зрителя. После свадьбы девушка взяла двойную фамилию Коляда Гладкая, что среди знакомых вызвало поток шуток из-за двусмысленности получившегося имени. Оба супруга – веселые и позитивные люди, и семейные отношения Инна считала счастливым периодом в собственной личной жизни. Но через некоторое время муж и жена все же расстались, хотя и остались дружными между собой и всегда рады друг другу при встрече. Детей у пары не было. Спустя время в прессе появились слухи, что у актрисы новое увлечение, но имя избранника Коляда скрывает от общественности. У Инны есть собственная страничка во ВКонтакте, где артистка охотно делится творческими фото с подписчиками и друзьями. Также у нее есть и профиль в Инстаграме. На публикуемых ею снимках, особенно в купальнике или спортивных шортах и топе, хорошо заметна подтянутая фигура артистки. При росте 165 см ее вес не превышает 50 кг. Не все поклонники актрисы знают, что Инна – мультиязычный человек. Женщина свободно разговаривает на русском, белорусском, украинском, польском и английском языках. Стоит отметить, что Коляда сохранила детскую увлеченность окружающим миром и активность в начинаниях. Актриса любит заниматься спортом, плаванием, ездой на велосипеде, акробатикой, а ради профессии поддерживает навыки фехтования и сценического боя. Кстати, из-за одной роли Инна выучилась водить автомобиль. Лучшим способом успокоиться после нервного рабочего дня она считает рукоделие, например, вышивание или вязание. А если требуется активный досуг, то знаменитость с подругами отправляется на дискотеку. Фильмы. Дебютировала на большом экране Коляда в музыкальном молодежном фильме «Стиляги», будучи еще студенткой педагогического вуза. Ей досталась эпизодическая роль американской жены Фреда, Максим Матвеев. Отца героя сыграл Олег Янковский. Атмосфера съемочного процесса и присутствие звезд российского кинематографа 21-го столетия Антона Шагина, Оксаны Акиншиной, Евгении Брик, Екатерины Вилковой, Игоря Войнаровского произвели на ино неизгладимое впечатление. После дебюта в рейтинговом фильме творческая биография актрисы медленно, но верно пошла в гору. Ежегодно Инна появлялась в эпизодах сериалов «Золотая страна», псевдоним «Албанец», «Три куклы». С первых лет работы в кино девушке удавалось воплощать на экране разнохарактерных героинь, дерзкая угонщица или медсестра, восторженная абитуриентка или профи-журналистка. Инна Коляда в купальнике. Работа позволила Ине, которая еще только училась актерскому мастерству, попрактиковаться в реальных условиях. Лучшими проектами этого периода для Коляды стали мистический сериал «Вангелия отца и лительницы Ванги» Елена Яковлева, где она предстала в образе студентки, а также криминальный фильм «Городские шпионы», в котором артистка примерила форму стюардессы. Актриса проявляет феноменальную работоспособность, ежегодно фильмография Инны пополняется 10 и более телесериалами и полнометражными лентами. В 2013 артистка попала в очередной проект Валерия Тодоровского, сериал «Оттепель», в котором получила эпизодическую роль Маруси. В том же году Коляда впервые исполнила на экране главную героиню, несносную и капризную девушку Агнию в криминальной драме «Укради меня», которая подбивает на очередную авантюру влюбленного в нее сотрудника фирмы отца Лешу, Сергей Жбанков. Инна Коляда на съемках сериала «Привет от Аиста». Вскоре последовала еще одна звездная роль опера убойного отдела Марины Белозорова из «Детектива шаманка». Героиня Инны умеет видеть людей насквозь. Коллеги подозревают, что Марина наделена сверхспособностями, но на самом деле девушка просто обладает развитым логическим мышлением и желанием отыскать преступника, из-за которого погиб ее молодой человек. В «Детективе Коляда» играла вместе с Андреем Казаковым и Еленой Дропека. Кроме того, Инна снималась в мелодраме «Плюс любовь», психологической драме «Кто я?», «Детективе полицейский участок» и трагикомедии «Смешная жизнь». В 2016 году завершили съемки мелодрамы «Одиночка» о москвичке Юле, Инна Коляда, которая устала от одиночества, и о новом соседе Павле, Илья Аболонков, похитившем собственного сына у бывшей жены. Размеренная жизнь девушки нарушается после знакомства с отцом и маленьким сыном. Юля оказывается втянутой в запутанную авантюру, которая благополучно разрешается спустя время. Показ фильма состоялся в мае 2017 года на телеканале «Россия-1». В этом же году артистка предстала в основном составе короткометражки «Раскольников», «Мармеладные облака», а также засветилась в боевике «Паутина-10». В 2017 году последовала работа в мелодрамах «Месть как лекарство», «Привет, атаиста», «Храни тебя, любовь моя». Во всех трех проектах Коляда играет второстепенные роли. Через год зрителей ждали сразу пять премьер с участием любимой актрисы, фильмы «Все возрасты любви», «Держись за облака», «Иду спасать людей», «Менталист» и «Проба». Затем она снялась в втором сезоне российского телесериала «Пять минут тишины». 2019 год выдался для артистки не менее продуктивным. На экраны вышла вторая часть сериала с ее участием, а потом Коляда получила роль в военной драме «Ни шагу назад». Картина повествует о наивной деревенской девочке Тошке, которая любит всех людей. Но когда во время войны она видит смерть всей своей деревни, в том числе гибель матери и брата, оставшись круглой сиротой, Тоша учится ненавидеть и сама отправляется воевать. Главную героиню в ленте сыграла Валентина Попова. Коляде досталась роль Клавдии Корж. Инна Коляда сейчас. Карьера Инны и сейчас идет в гору. Только за первое полугодие 2020 года она успела поработать ни в одном фильме и сериале. 9 мая стартовал показ второй части телесериала «Ни шагу назад», продолживший историю первой. Спустя месяц Коляда появилась в образе Вики в мелодраме Марии Ефремовой, режиссер и актриса «Новая жизнь». В восьмисерийной мелодраме «Разбитое зеркало», премьера которого состоялась в мае на России 1, Инна сыграла девушку по имени Люба. Главная героиня Даша обнаруживает в старой сумке почтальона затерявшееся 20 лет назад письмо, из которого узнает, что ее любимый человек, которого считали погибшим, выжил. Если бы она вовремя получила это послание, то не стала бы связываться с нелюбимым человеком, а вся ее жизнь сложилась бы иначе. С этого момента она пытается разгадать тайны, которые много лет хранили ее муж, лучшая подруга и даже родной брат. Игорь Рубашкин биография Игорь Рубашкин – украинский актер, творческая биография которого оказалась связана как с кинематографом, так и с телевидением и драматическими постановками. Исполнитель востребован в родной стране и сотрудничает с российскими кинокомпаниями. В 2017 году Рубашкину присвоили звание заслуженного артиста страны. Детство и юность. Игорь Рубашкин – уроженец Киева. Он появился на свет 18 июля 1978 года. Родители мальчика были актерами и работали в театре на Подоле. Отец Игоря, Александр Рубашкин скончался, когда сыну было 13 лет, а мать продолжила артистическую карьеру. Детство ребенка, как это принято в подобных случаях, прошло за кулисами. Здесь состоялось и символическое знакомство с Александром Крыжановским, будущим художественным руководителем театра, в который Рубашкина приняли после выпуска из института. Игорь Рубашкин и его сестра Катерина Рубашкина. Понимая, что в результате смерти отца он остался единственным мужчиной в семье и несет ответственность за близких родственников, Игорь собирался посвятить себя серьезной специальности. Молодой человек планировал поступление в политехнический институт. Изменила ситуацию мать. Татьяна Печенкина отвела сына на прослушивание к Николаю Ружковскому, мастеру курса, выпускницей которого была в молодости. Игорь оказался в числе самых слабых абитуриентов, даже несмотря на то, что посещал театральный кружок. Педагоги отмечали отсутствие у него вокальных навыков, но это не помешало поступлению, амбиции победили. В 1999 году Игорь Рубашкин стал выпускником университета театра, кино и телевидения им, Ик Карпенко-Карова. Уже в 2000-м он был принят в труппу нового драматического театра на Печорске. Личная жизнь. Молодой артист с привлекательной внешностью оказался востребован у представительниц прекрасного пола. Его первой супругой стала Елена Лазович, партнерша по драматической сцене. Личная жизнь пары не сложилась, и творческие люди расстались. Спустя время Рубашкин вступил во второй брак. Игорь Рубашкин и жена Олеся Власова. Новой женой исполнителя ролей вновь оказалась актриса и коллега по театральной сцене Олеся Власова. Она подарила мужу двоих детей. Старшую дочь назвали Аполлинарией, а младшую девочку – Варварой. Супруги по-прежнему счастливы вместе. У Игоря есть персональный аккаунт в Инстаграме, где он публикует фото семьи. Дебютом на театральной сцене для новоиспеченного артиста стал спектакль учебного театра «Человек из Ла-Манчи». Игорю досталась главная роль, он воплотил на сцене Дон Кихота. В качестве участника профессиональной труппы нового драматического театра на Печорске Рубашкина задействовали в постановке «Приключения Казановы». В сотрудничестве с итальянцем Себастьяно Сальвата украинский актер был занят в выпуске проекта «Орликина». «Слуга двух господ». Следующими образами, которые Игорь представил зрителю, стали персонажи пьес «Распутник», «Корабль не придет» и прочих. В 2004 году Рубашкин вошел в состав коллабора Ц.И. Бенюк и Хостякоев. Актер привлек внимание продюсеров в качестве исполнителя и постановщика хореографии. Менеджеры оценили опыт Игоря, продемонстрированный в законе танго. Постановке присудили премию «Киевская пастераль» за лучшее пластическое решение. Анатолий Хостякоев пригласил артиста к участию в музыкальном спектакле «Белая ворона», и их дальнейшее взаимодействие оказалось продуктивным. Игорь Рубашкин с дочерью. Работа Игоря Рубашкина на съемочной площадке началась в 2005 году. Первым проектом стал фильм «Поцеловать незнакомку» за 20 минут. Следом исполнители утвердили на эпизод в сериале «Возвращение Мухтара». А вскоре творческая копилка актера пополнилась телесериалом «Доярка из Хацапетовки» и лентой «Личная жизнь следователя Савельева». В 2011 году Игорь снялся в картине «Дело было на Кубани». Его коллегами по площадке оказались Дмитрий Дюжев и Екатерина Вуличенко. Фильмография Рубашкина пополнилась ролями в проектах «Ржевский против Наполеона», «Женский доктор», «Два» и других. В 2016 артиста пригласили к участию в создании картины «Спросите у осени», в которой его партнершей по кадру стала супруга. В 2017 году украинец был задействован в ленте «Что делает твоя жена». В фильме также снялась Оксана Жданова. Следующий этап в карьере исполнителя ознаменовала работа в проектах «Благи и намерения», «Противостояние» и других телевизионных экранизациях. Игорь Рубашкин сейчас. В 2020 году на телеканале «Домашний» состоялась премьера картины «На твоей стороне» с участием украинского актера. На родине исполнителя она была презентована в 2019. Сейчас Рубашкин продолжает сниматься в полнометражных лентах и многосерийных проектах. Также он задействован в репертуарных спектаклях родного театра. Николай Баклан «Биография». Заслуженный артист Украины, харизматичный мужчина, талантливый театральный и киноактер, брат народного артиста Украины Станислава Баклана, он сыграл десятки ролей в украинских и российских фильмах и сериалах. Николай Баклан каждый год радует поклонников, появляясь в новых проектах на экране и продолжая выходить на подмостки Киевского театра драмы и комедии на левом берегу Днепра. Детство и юность. Украинско-российский актер Николай Баклан родился в Киеве осенью 1963 года. На момент его появления в семье подрастал старший на три года сын Станислав. Брат Николая, Станислав Баклан, родился в деревне неподалеку от украинского Житомира, но к моменту появления второго ребенка родители перебрались в столицу. Николай Баклан и его брат Станислав Баклан. Братья выбрали актерскую профессию, но в театре или на съемочной площадке их дороги не пересекались. У них разные творческие биографии и почерк игры. Но успеха и узнаваемости Бакланы добились. У них есть почитатели и солидный багаж в виде фильмографии и десятков сыгранных театральных ролей. О родителях Николая Баклана информации мало, но в интервью артист рассказал, что отец с матерью жили преимущественно в селе. Поэтому любовь к простому деревенскому быту, работе в огороде и саду, к рыбалке остались навсегда. А отца актер назвал большим выдумщиком и мастером на все руки. Мужчина сконструировал ветряной генератор и трактор, за техническими советами к ним уходит полсела. Откуда у братьев Баклан появилось желание стать артистами, неизвестно. Но сначала старший, а затем и младший поступили в Киевский театральный вуз. Николай с благодарностью вспоминает наставника Бориса Ставицеково, который научил студента всему, что умел сам. В 1988 Николай Баклан стал дипломированным актером и устроился в столичный молодежный театр. Театр и фильмы. На сцену молодежного, или молодого, театра Баклан-младший выходил недолго. Позже он признался, что на этих подмостках не удавалось реализовать себя в полной мере. Поэтому из Киева Николай переехал в Саратов, где его талант раскрылся. Ностальгия по дому, родителям и родным местам победила. В 1997 году артист вернулся в Киев, где устроился в театр драмы и комедии «На левом берегу». Здесь Николай Баклан прослужил 20 лет, побывав в образе Кассио в спектакле «Венецианский мавр», Алексея Вронского, Вани Карениной, герцога Бэкингема в Ричарде Ай-яй-яй, доктора Куилти в Лолите и даже в роли командира Губы в постановке «Играем Чонкина». Кинодебют Николая Баклана состоялся в 1979 году в драматической ленте «Вавилон Х», режиссером которой оказался знаменитый в Украине Иван Миколайчук. Но актер склонен отсчитывать фильмографию от другой картины, вышедшей на экраны гораздо позже, в 1991 году. Это драма «Два шага до тишины», в которой рассказывается о выводе советских войск из Афганистана. В Ашхабаде, где снималась картина, Баклан встретился с коллегами Алексеем Горбуновым и Алексеем Булдаковым. Спустя два года состоялась премьера криминального триллера «Золото партии», где Николай Баклан впервые сыграл главную роль. В съемках увлекательного боевика участвовали Владимир Литвинов и Александр Мартынов. В 1994-м фильмография украинского артиста пополнилась комедией «Несколько любовных историй». Здесь он снялся в компании с Георгием Вицыным, для которого картина стала последней в жизни. В августе 2000-го киностудия «Им» Довженко представила девятисерийный исторический фильм «Черная рада». Рассказ о трудном периоде в жизни Украины, когда после смерти Богдана Хмельницкого обострилась борьба за гетманскую власть, пришелся зрителям по душе. В российском прокате лента вышла под названием «Запорожская сечь». Баклана зрители узнали в запорожском казаке Кирилле Туре. Он появился в кадрах с героями Богдана Ступки и Алексея Петренко. Есть в фильмографии актера и комедийной роли. В новогоднем мюзикле «За двумя зайцами», где ключевых персонажей режиссер Максим Поперник доверил Алё Пугачёвой, Максиму Галкину и Андрею Данилко, украинский артист сыграл жениха Саню. А в комедии «Кушать подано» или «Осторожно, любовь» зрители узнали Баклана в водителе героя Александра Балуева. В 2006-м вышла историческая лента «Богдан Зиновий Хмельницкий», в которой Николаю Владимировичу удалось блестяще перевоплотиться в полковника и полководца Данилу Нечая. В пятом сезоне популярного сериала «Сваты Баклана» узнали в «Друге Берковича», а в «Байках Митяя» он сыграл соседа Митяя в исполнении Николая Добрынина. Талантливый актер востребован и в Украине, и в России. В 2000-х телеканал «Россия-1» транслировал фильмы «Сын за отца», «Личное дело», «Офицерские жены», «Жребий судьбы», где Николай Баклан сыграл яркие роли второго плана. А в 2014-м артист снялся в украинской мелодраме «Гордеев узел», где исполнил роль отца главных героев. В проекте появились Тимофей Каратаев, Елена Полянская и Вера Баханкова. В ноябре 2014-го душевным фильмом наслаждались зрители Украины, а в январе 2015-го года он транслировался на канале «Россия-1». В 2018-м Николай Баклан снялся в 12-й отисерийной детективной мелодраме «Сувенир» из Одессы производства Одесской киностудии, в которой рассказывается о резонансном событии в жизни «Жемчужины» у моря в середине 1970-х. Актер разделил главную роль с неподражаемой Ларисой Удовиченко. Баклан известен и как артист дубляжа. В озвучке Николая Владимировича вышли анимационные фильмы «Шрек, Рататуй», «Кунг-фу панда», «Два» и «Зверополис». «Личная жизнь» На многочисленных фото артиста, попавших в сеть, предстает обаятельный мужчина с открытым лицом и располагающей улыбкой. Сравнивая снимки Николая Баклана в молодости и сейчас, видна разница. При росте 1,81 м с возрастом его вес изменился, но обаяние не исчезло. Николай Баклан Личная жизнь Николая Владимировича в меру скрыта. Страниц в Инстаграме и Фейсбуке актер не завел, предпочитая живое общение. Да и времени на соцсети он жалеет, предпочитая отдыхать не перед монитором компьютера, а в лесу или на берегу озер, которыми богат Святошинский район Киева. Там у семьи Баклан есть квартира, в которой многое сделано его руками. Как зовут супругу актера, тайно. Да и фотографий с женой и детьми в сети не сыскать. Известно, что семья у Николая Баклана крепкая. Женившись раз, он никогда не менял статуса. А второй половинке говорит, что она работала танцовщицей в оперном театре. Дети Баклана выросли в любви, но сколько их, как зовут, и кем стали, история умалчивает. Николай Баклан сейчас. Украинско-российский актер востребован и любим зрителями. В год появляется по двум, трем картины с его участием. В 2019-м Баклан снялся в российском детективном сериале «Контакт» режиссера Михаила Баркана. Николай Баклан сейчас. В январе 2019 года в Украине, а в апреле и в России поклонники артиста с удовольствием посмотрели 16-ти серийную мелодраму «Тайная любовь. Испытания», где он появился в компании молодых коллег Даны Абызовой, Антона Денисенко, Алины Гросу и других. Отзывы о сериале Сегодня я хочу рассказать вам об украинском мини-сериале под названием «Слабое звено». Просмотр этого фильма затянул меня. В нем есть загадка, интрига держится до конца. Опасная и напряженная обстановка не оставляет главной героине и зрителям времени на передышку. Людмила работает в прокуратуре и однажды ей сообщают, что ее муж Виктор прыгнул с моста, записав перед этим видеообращение, где обвиняет в своей смерти жену. Жизнь женщины превращается в полосу горести и скорби, ведь даже ее дочь отвернулась от нее и ей предъявляют обвинения в доведении мужа до самоубийства. Так начинается это захватывающее кино. Длительность данного сериала 4 серии. Мелодраматический жанр смешивается здесь с криминальным расследованием. Причем расследование ведется из нескольких источников. Но именно главная героиня узнает многие факты из жизни мужа сама. Актерский состав этого кино довольно знакомый и достаточно хороший. Роль Людмилы исполнила Юлия Кокрятская. Играет она очень хорошо, более сильно, чем обычно. Евгения Осипова исполнила роль ее подруги Светы, без памяти влюбленной женщины. Роман Полянский и Евгений Воловенко снялись в главных мужских ролях. Также здесь играют Татьяна Лютаева и Александр Наумов. Понравилась мне и девочка-актриса в роли дочери главной героини. Этот фильм держит внимание зрителей до самого конца и только там расставляются все точки и объясняются все недостающие вопросы. Окончание этого сериала достаточно неожиданное. Съемки проводятся в квартирах, в частных домах, в кабинетах, в полиции, на улицах городов. Здесь много передвижений, поисков, поездок. Обнаруживается связь с прошлым. Актеры одеты и причесаны соответственно возрасту, характеру, месту работы персонажей и месту действия сцен. Мне понравился характер главной героини, которая не подалась фатальному стечению обстоятельств и принялась сама доискиваться правдой. Надо быть сильным человеком, любить свою семью, чтоб так поступать. Хотя некоторые моменты мне казались несколько нереалистичными. Например, разъезды героини пока с нее не взяли расписку о невыезде. История эта довольно шокирующая и догадаться о настоящих причинах мне самой не удалось. Рекомендую данный мини-сериал к вниманию любителям мелодрам с запутанным криминальным сюжетом. Вполне качественный и захватывающий фильм. Желаю вам приятного и интересного просмотра, дорогие друзья. Доброго времени суток, дорогие читатели от Зовика. Сегодня хочу поделиться с вами впечатлениями от просмотренного сериала «Слабое звено» 2021 года. По жанру мелодрама, в сериале 4 серии. Возрастное ограничение 12 в главной роли Юлия Кокрятская, Людмила. Ее муж Виктор Куприянов и были идеальной семьей. Однажды Людмиле сообщают, что Виктор покончил с собой. В предсмертном послании он обвиняет ее в смерти. Людмила понимает, что тут что-то не так. И теперь ей нужно срочно во всем разобраться. Людмила начинает расследование. И в конце никак без счастливого конца. Актерский состав хорошо подобран. Все на высшем уровне исполняют свои роли. В главных ролях Юлия Кокрятская, Евгения Осипова, Роман Полянский, Евгений Воловенко, Татьяна Лютаева, Александр Наумов. Сюжет сериала оригинальный, не заезженный. С самого начала он меня затянул, поэтому никаких минусов данного сериала я не увидела. В общем рекомендую к просмотру. Спасибо за внимание. Приятного просмотра. Вчера посмотрела новый мелодраматический телесериал с элементами криминала украинского производства 2021 года под названием «Слабое звено». Проект, конечно, далеко не нов по сюжету и не зрелищный. Но в общем-то можно на досуге глянуть для разнообразия. Сюжет. По сюжету у главной героини муж бросается с моста и оставляет ей загадочное прощальное видеопослание. Актерский состав. В сериале занят довольно знакомый для меня актерский состав. Ну и некоторые актеры вполне неплохо справились со своими задачами, Роман Полянский, давай найдем друг друга. Мой любимый враг, Юлия Кокрятская, Тень дракона, Ученица-чародея, Евгений Воловенко, Чужие дети, Тайна последней главы и другие. Мнения. В проекте оказалось 4 серии, смотрела в общем-то с интересом, но зрелищности и интриги все же мне не хватило. Ну и была предсказуемость особенно относительно личности одного из злодеев. Но развязка как полагается в подобных мини-сериалах оказалась счастливой.